дорожной инфраструктурой. В планах железнодорожников в том числе и увеличение в следующем году тарифов на перевозки на 8-10%. Проект еще предстоит утвердить комиссии по регулированию общественных услуг. В свою очередь специалисты отрасли прогнозируют, что из-за возросшей стоимости перевозок может снизиться объем транзитных грузов. Сегодня в Латвии отмечается праздник вооруженных сил или по-иному день Лачплюсиса, мифического героя, одолевшего черного рыцаря. В новейшей истории в роли черного рыцаря впервые выступили войска Бермонта-Авалова, которые пытались осенью 19-го года взять Ригу. Этот день и стал днем рождения латвийской армии. Сегодня латвийская армия состоит исключительно из профессионалов. Невеликое число, но сильное умение. Ее солдаты с энтузиазмом встречают профессиональный праздник. Приподнятость, ответственность, хорошее настроение. День армии всегда про хороший праздник. Александр Павлович сегодня командовал военным парадом перед памятником свободы. В нем приняли участие представители всех родов войск. Парад принимал сам президент, присутствие министров и представителей дипломатического корпуса. Немногим ранее глава государства и те же лица возложили венки у вечного огня на братском кладбище. Ему последовали как стар, так и млад, убежденные в том, что мемориал государственного значения посвящен исключительно борцам за свободу Латвии. К таковым почему-то относится и полковник Волдемар Суэйс, памятная табличка в честь которого украшает подножие статуи матери Родины. В чем его заслуги перед ней, сегодня никто не знает. Лежит вроде здесь человек, а кто не знает. За то, кто был полковник Вейс, прекрасно знает комиссия по расследованию Холокоста при президенте Латвии. На сайте президентской канцелярии его прямо называют преступником. Летом 41-го года он возглавлял рижскую полицию порядка и на его совести так называемое полное решение еврейского вопроса. Неужели об этом не в курсе президент Заттлерс? Есть еще один сомнительный. Рудольф Бангерскис. Тут рядом. Вы уже, наверное, знаете. В известной мере он поддерживал немецкую армию. Но это уже спорный вопрос. Рудольф Карлович Бангерский, офицер царской армии, герой русско-японской, Второй мировой и гражданской войн. После разгрома войск адмирала Колчака в Сибири с приключениями бежал через территорию Юго-Восточной Азии в Латвию, где занимал высшие армейские посты. По непонятным причинам не был репрессирован советской власти в 40-м и при немцах дослужился до поста генерального инспектора латышского легиона СС. Погиб в автоаварии в 58-м. Перезахоронен на братском кладбище в 95-м. Мертвые сраму не имут, говорится в Библии. На этом кладбище лежит более двух тысяч бойцов. В основном они пали во время Первой мировой войны в борьбе с немцами, с немецкими захватчиками. Но в одном ряду с ними лежит и Рудольф Бангерский, группенфюрер СС. Такова идеология нынешнего государства. Наша официальная идеология позволяет прославлять не только сомнительных, но и международно осужденных военных преступников. На стене недавно отреставрированного за деньги австралийских латышей кладбищенского депозитария в числе кавалеров ордена Лачплессиса можно различить имя фашистского диктатора Бенито Муссолини. Историю нельзя переделывать. В то время он поддерживал Латвию, поэтому он его заслужил. Но историю нельзя фальсифицировать. Историю действительно не стоит фальсифицировать. Сегодня у тех, кто шагает в парадном строю, прекрасное настроение. И вряд ли они задумываются над тем, что кое-кто хотел бы видеть у них продолжателей славных в кавычках дел Бангерскиса и Вейса. Юрий Родин, Айнас Крауклес, Первый Балтийский канал.